шалом дорогие друзья с вами яков шатагин и сейчас буквально в двух минутах мы обсудим удивительный момент из недельной главы недельная глава баалотха говорит что нужно зажигать свечи миноры в храме спрашивают мудрецы почему про свечи мы говорим именно сейчас именно здесь говорят мудрецы что в прошлой недельной главе самой большой главе в торе на со очень подробно рассказывается как главный раввин каждого колена приносил свои жертвоприношения индивидуальные жертвоприношения всевышнему когда брат моше агарон увидел что все князья колен приносят свои жертвы богу и они приближаются ко всевышнему восхваляя его имя ему стало так тяжело он так захотел тоже принести жертвы они приносят а как же я арон хотел быть близ близок ко всевышнему и он так переживал но почему они приносят а я то не приношу я тоже хочу говорит ему всевышний раз так у тебя есть такое невероятно сильное желание бесконечный порыв мне служить в заслугу тебя через тысячу триста лет будут ханукальное чудо и будут зажигать ханукальные свечи тысячи лет миллионы людей зажигают ханукальные свечи такой светлый праздник ханука мы читаем восемь дней алель это все в заслугу тебя и ты не можешь принести вон те индивидуальные жертвоприношения князей глав главных раввинов колен ты не можешь это их жертвы но ты получаешь заслугу во всех ханукальных свечах вот тебе награда за твой порыв за твой духовный порыв также дальше в недельной главе написано что работники ритуальных услуг на иврите хевра кадиша похоронное похоронное бюро они были нечисты они прикасались к мертвецам и они не могли принести жертву в храме пришел праздник песок весь народ бежит в храм приносит пасхальную жертву служить богу быть близок близок к нему получать вот эту святость от бога праздновать песок они не могут они нечисты они кричат они пришли к муше и кричат муше мы не можем принести жертву как же так чем мы хуже других мы тоже хотим служить богу говорит муше сейчас я спрошу всевышнего отвечает всевышний у вас такой порыв вы так хотите ко мне и вы вообще не обязаны приносить пасхальную жертву вы нечистые люди к сожалению в этом году вы в пролете они говорят нет мы не хотим быть в пролете к вам не будет никаких претензий хорошо но мы хотим принести жертву всевышний говорит раз у вас есть такое искреннее настоящее желание мне служить приближаться к своему творцу я специально для вас делаю еще один песок второй песок и те кто нечистые в первый песок приносят пасхальную жертву во второй песок что мы видим аарон он так хотел приблизиться к богу эти люди из ритуальных и слуг так хотели приблизиться к богу не хотели пропускать возможность и всевышний награждает аарона ханукальными свечами а этих людей благодаря ним у нас второй песок праздник истории когда каждый человек может принести штрафной праздничные пасхальную жертву корбан который он не смог принести месяц назад вдумайтесь дорогие друзья насколько желание служить богу насколько любое каждое хорошее желание и порыв всегда будут замечены богом вознаграждены богом бог дал аарону хануку этим людям он дал благодаря ним дал всем нам песок это удивительно каждый хороший порыв всевышний видит замечает и он не проходит просто так когда мы хотим служить богу когда мы хотим помогать людям которые дети бога и созданы по образу и подобию всевышний всегда будет помогать и всегда будет вознаграждать